СЕРДЖИО ОЛИВА Человек заслуживает внимания и уважения. Начнем. Первое упражнение – классический подъем на бицепс стоя. СЕРДЖИО ОЛИВА начинал свою тренировку именно с него. Что могу сказать по технике? У СЕРДЖИО хват шире среднего. То есть хват достаточно широкий. Используется не совсем полная амплитуда, но тяжелый вес. Я тяжелый вес брать не стал. Здесь… Сколько здесь? СОРОК ПЯТЬ? ТРИ! На 12 раз! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! Девятнадцать! Двенадцать! Что могу сказать по технике из тех видео, которые я посмотрел СЕРДЖИО ОЛИВА? Первое. Я все-таки привык делать упражнения чисто. СЕРДЖИО делает не очень чисто. Но вес тяжелый. Штанга движется практически все время вдоль корпуса. То есть не вот эта история, пусть даже с остановкой, а скорее вот такая история. То есть руки в конце внизу не разгибаются полностью. Вверху сгибаются насколько позволяет объем, естественно. Телом идет читинг, но не ярко выраженный, а просто динамика. То есть динамика телом задается. Упражнение однозначно базовое. И он делает его как базовое упражнение. Второй подходик сделаю. Он делает четыре подхода. Мы сделаем сейчас два для демонстрации. Еще раз сейчас посмотрите сбоку. Я попробую сымитировать его технику. В таком духе, в таком духе, четыре подхода, десять-двенадцать повторов. Сразу после этого упражнения Серджио Олива переходит к подъемам штанги на бицепс. Но сидя, вот это уже нечто новое. По крайней мере, сейчас так не делает никто. По крайней мере, я не видел, чтобы кто-то так делал. Хват опять широкий. Я не знаю, правильно ли я вес подобрал. Что здесь вообще за вес-то? Тридцать шесть килограмм. Это упражнение будет делаться в супер-серии с подъемом гантелей поочередным, тоже сидя. Но супер-серия неспешная. Одно упражнение, спокойно потом переход к другому. Спешки нет, там 30-45 секунд отдыха между движениями точно. Количество раз восемь-десять. Три, четыре, пять, шесть, семь, процема, девять, десять. О, отлично! И сразу поочередно с гантелями. Раз, раз, два, два, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть. Шесть, семь, семь, восемь, восемь, восемь. Я себе паузы особо не дал сейчас между упражнениями, но я привык таким образом делать супер-серии. По манере исполнения. Вы поняли, как и классический подъем штанги на бицепс, так и подъем штанги на бицепс сидя в методике Серджио выполняется с определенной динамикой в теле. То есть абсолютной частоты не стремитесь добиться. Здесь задача поднимать и вкладывать энергию и внимание в работающую мышцу. То же самое с поочередными сгибаниями рук с гантелями. Проворот, конечно, элемент небольшого читинга корпусом. Само проворот плеча, движение плечом задает инерцию. Но это базовая тренировка, нацеленная однозначно на развитие мышечной массы. Итак, таких 4 супер-серии делает Олива. После этого, то есть 4 пары он сделал в спокойном режиме и переходит на скамью Скотта. На скамье Скотта для начала используется штанга. И опять 4 подхода на 10-12 раз. Здесь ширина хвата уже не такая, как была со штангой стоя. Хват берется классический, то есть руки параллельны друг к другу. Как я сейчас и возьмусь. Но движение, ребят, опять же, я стараюсь имитировать технику Олива. То есть неполное разгибание рук и слегка щитингом подъем. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 9, 10. Вы видели, движение корпусом происходит. Естественно, бицепсы работают. Но и тело помогает слегка. Но я вам вот что скажу. С читингом вообще, с движением корпусом нужно знать меру. Здесь это приходит с опытом, конечно. Ваша задача не перекладывать всю работу на весь организм. Естественно, задача все-таки тренировать бицепсы. Но в тот момент, когда вы чувствуете, что будет отказ, слегка дотянуть и сохранить динамику. Очень важно, чтобы мышца продолжала работать в своем оптимальном режиме. То есть растяжение, сокращение, растяжение, сокращение. Почему ребята темнокожие и в наши дни очень часто не используют полную амплитуду? Для меня загадка. Споров на эту тему масса, возможно, берегут связки. Возможно, лучше чувствуют работу мышцы. Но, тем не менее, Олива делал уже в 60-х годах упражнение. Это именно так. Итак, с частичной амплитудой 4 подхода по 10-12, но, возможно, до 8 опускался в конце. То есть я бы сейчас уже, наверное, 10-12, 4 подхода бы точнее, а 10-то еле сделал. Итак, после этого упражнения уже это, получается, 5-е упражнение на бицепс. Ребята, 5-е нормально. С учетом того, что по 4 подхода на каждое, это у нас 20 подходов в сумме. Объем достойный, но об этом поговорим в конце. Итак, 5-е упражнение. Это по одной руке подъемы на бицепс на скамье Ларис Потта. Здесь уже никакого проворота, как было сидя, но амплитуда сохраняется та же, что и со штангой. 4 5 6 7 8 И второй рукой. 1 2 3 О, хорошо уже, хорошо пошло. 4 Добольствие. 5 6 Мышечная радость проснулась. 7 8 О, да. И таких 4 подхода в одну, в другую. Причем, ребят, что Серджио Олива любил делать? Сделать несколько раз, потом он мог закинуть, отдохнуть буквально там несколько мгновений и еще пару раз добавить. Ну, то есть, назовем это форсированными повторениями. В данном случае не нужен кто-то, кто помогает, это можно сделать самому просто, буквально пару вздохов, хоп и еще добавить. Таким образом, объем у нас 4 подхода в каждом из 5 упражнений. Итого 20 подходов. Объем здоровый. С таким объемом я вам скажу так, что в недельную программу такую тренировку можно поставить 2 раза. Смело. 3 раза только в случае офигенного восстановления и исключительно правильного питания. Ну и, естественно, скорости обменных процессов. Если ваш организм быстро восстанавливается, то, может, вы 3 тренировки таких в неделю сможете сделать. Но, скорее, я скажу, золотое правило 2, минимум 1. Одну тренировку легко, такую в неделю можно себе дать. Вот, в принципе, так. Мы еще обязательно продолжим разговор о Серджио Оливе в будущих выпусках. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok